В центре эстетического воспитания каждый ребенок может найти занятие по душе. Объединения работают по разным направлениям. Туризм, экология, декоративно-прикладное творчество, музыка, хореография. Здесь делают акцент на всестороннее развитие личности. Вот буквально вчера у нас был выпускной вечер, сегодня проснулась и думаю, какая интересная жизнь. Круговорот детей в природе. Вчера мы одним сказали до свидания, а сегодня другим, новым, открываем дверь и говорим здравствуйте. Гитара не теряет своей популярности. В объединении занимается 40 ребят. Причем они играют не только современную музыку. Особое внимание уделяется классике. Инструмент очень мобильный, его можно взять всегда с собой. Он удобен, легок. И самое главное, самое прекрасное, это его тембр, конечно же, это и душа гитары, струны наши. Они, конечно, передают весь вот этот синтез человеческий. И поэтому, я думаю, это одно из основополагающих популярностей этого инструмента. Учебный год для солистов образцов вокального коллектива «Дети солнца» был насыщенным. Ребята стали победителями многих всероссийских и международных конкурсов. Честь открыть концертную программу выпала именно им. Я занимаюсь вокалом шесть лет. И мне нравится наша группа. Она очень дружная. И мне она нравится. Я в ней буду всегда. День открытых дверей проходит с целью рассказать более подробно о работе творческих мастерских. Всю информацию о деятельности центра можно узнать на сайте. Впереди каникулы. Это значит, что у родителей и детей есть время, чтобы выбрать занятие по душе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».